Юбилейный 10-й межгосударственный турнир по рукопашному бою памяти Дмитрия Гвишиани проходил в минувшие выходные в легкоатлетическом манеже Бреста. Соревнования собрали огромное количество борцов, которые представляли как военные, так и гражданские вузы, специальные подразделения и спортивные секции и ассоциации. Основной целью данного мероприятия является воспитание молодежи в духе патриотизма и уважение героического прошлого и настоящего белорусского народа. Участие в подобных соревнованиях – гордость не только для белорусов, но и для представителей других стран-участниц. Например, представитель Украины долго готовился к турниру, причем не только занимаясь физической подготовкой. Песня «Олеся» не могла не затронуть сердца всех участников мероприятия. Песня «Олеся» Песня «Олеся» Песня «Олеся» В этом году турнир 10-й, юбилейный. За время проведения испробовали на себе татами не одна сотня бойцов разных силовых видов спорта. Во время соревнований они проявляли свои самые лучшие качества, такие как храбрость, мужество, сила и отвага. Ведь, как известно, героями не рождаются, героями становятся. Так и Дмитрий Гвишиани, который, невзирая на опасность, спасал людей из горящего вагона. Прещанин, курсант военной академии за исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при спасении людей во время пожара, награжден орденом за личное мужество подсмертно. Для участников турнира и судьи это большая гордость принимать участие в таком важном деле. Этот турнир означает для меня, ну и не только для меня, для всех бойцов, которые сюда пришли, то, что каждый здесь себя покажет, как настоящий мужчина, с лучшей стороны. Здесь мы тренируем честь, достоинство, показываем, на что мы способны, что мы способны защитить своих родных, близких и друзей. Это десятый турнир, и я главным судьей соревнований с первого турнира. Поэтому мне приходилось помогать в организации, организовывать этот турнир уже 10 лет назад. Поэтому для меня это почетная обязанность, потому что, ну это вообще приятно, работать с людьми, которые знают зачем, почему и для чего. И турнир этот уже заслужил свое право на существование, он давно показывает интерес к этому виду спорта. И нам просто приятно, что в Бресте существует просто мероприятие такого уровня. Для родителей Дмитрия Гвишани это мероприятие очень важное. На турнир они пришли по традиции всей семьей. Они очень ценят внимание, которое уделяется памяти их сына. По инициативе родителей на турнире ежегодно вручается кубок за личное мужество лучшему бойцу военнослужащему. Подвигу Дмитрия Гвишани неоднократно посвящали спортивное соревнование. Это достойный способ сохранить в памяти его не по возрасту сильный шаг. Турнир воспитывает. Действительно. Как говорят, есть такое, что спортсмен ребенка не обидит. Поэтому так он и есть. И ребята, которые занимаются этим видом спорта, это жесткий вид спорта. Но это спорт для настоящих мужчин. Воспитывает характер. Наш сын Дмитрий некоторое время, будучи еще школьником, ходил на рукопашный бой. Во время турнира спортсмены смогли показать настоящие красивые бои, проявив себя настоящими мужчинами. Для бойцов подобные турниры повод не просто показать свои физические способности. Это дань памяти и уважения тем, кто ради других готов сделать многое. Продолжение следует...